Жанна Луиза Кальман. Родилась 21 февраля 1875 года, умерла 4 августа 1997 года, прожив в общей сложности 122 года и 164 дня. Французская сверхдолгожительница, старейшая из когда-либо живших на Земле людей, чьи даты рождения и смерти документально подтверждены. Образ жизни, генетика и прочие медицинские характеристики Кальман стали предметом исследований многих специалистов. Исследователи отмечали, что Кальман не вела здоровый образ жизни. В течение 95 лет она курила, в 117 лет бросила после операции. Она сделала это из-за почти полной потери зрения и не могла прикурить самостоятельно, а просить кого-то ей было неудобно. Как сообщил ее лечащий врач, Кальман выкуривала две сигареты в день. Многие французы в шутку говорили, что причиной долголетия Кальман была ее диета. Она съедала около 1 кг шоколада в неделю и регулярно употребляла вино. Сама Кальман считала, что причина ее долгожительства – в регулярном употреблении оливкового масла и фруктов. Кальман всегда активно занималась спортом. Играла в теннис, до 100 лет каталась на велосипеде, занималась фехтованием. Также она очень любила гулять на природе, предпочитая прогулки по ходам в гости. Когда ей было 14 лет, построили Эйфелеву башню. В 114 лет снялась в кино о Винсенте Ван Гоге, в роли самой себя, а в 121 год снялась в мюзикле. До последних дней мадам Кальман сохранила ясность и остроту ума. Молодость – это состояние души, а не тела. Поэтому я еще совсем девчонка, просто последние 70 лет плохо выгляжу. У меня всего одна морщинка, и я сейчас сижу на ней. Все младенцы прекрасны. Бог обо мне позабыл. Всегда улыбайтесь. Так я объясняю причину своего долголетия. Я влюблена в вино. Если вы с чем-то не можете ничего поделать, не переживайте из-за этого. У меня огромное желание жить и хороший аппетит, особенно к сладостям. Я никогда не пользуюсь тушью для ресниц, потому что много смеюсь до слез. Я плохо вижу, плохо слышу и чувствую себя плохо, но все это ерунда. В каждом возрасте есть свое счастье и свои проблемы. Мне кажется, что я умру от смеха. У меня железные ноги, но если быть откровенной, они начали потихоньку ржаветь. Я получала удовольствие при любом удобном случае, я соблюдала принципы морали, и мне ни о чем жалеть. Мне повезло. В одном из интервью корреспондент при прощании сказал ей увидимся. Может быть в следующем году. На что Кальман бросила. Почему бы и нет. Вы не так уж плохо выглядите. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал Вселенная внутри тебя. Познавать себя и меняться никогда не поздно. Кальман бросил тебя. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...